да спасибо коллеги здравствуйте всем еще раз я надеюсь меня слышно нормально ну вот я сейчас потрачу секунду чтобы запустить демонстрацию так ты должно быть видно даст видно же или ставится или ставится замечательно сегодня разговор пойдет про экспериментальную демонстрацию квантового процессора по 48 логических убитых с коррекцией ошибок начну число я сразу обновлю что число 48 здесь достаточно условная я в общем расскажу почему доклад основан на статье которая вот совсем свежая вышла в феврале этого года статья из группы михаил лукина это на самом деле статья не одиночная это продолжение серии публикаций где они ну раз в год они публикуются в nature такая у людей хорошая манера вот и собственно они долго-долго шли к этому к этой статье к этому эксперименту различные этапы они публиковали отдельно поэтому это не только по этой статье но и по всему десятку других но я в конце дам список литературы значит почему эта статья привлекла привлекла внимание наше пристальное потому что они заявляют о построении квантового процессора на нейтральных атомах реконфигурируемого квантового процессора что более и они заявляют что они могут в ближайшем будущем масштабировать свой процессор до десяти тысяч физических кубитов да то есть даже если использовать какие-то жадные коррекции логический кубит кодировать там 7 в 10 физических то это все равно в логических кубитах будет очень очень много вот поэтому ну вот сегодня я постараюсь дать краткий обзор чего они делают что у них уже сделано и какие вообще ну на мой сугубо непрофессиональный взгляд перспективы масштабирования действительно такого потрясающего значит я очень сильно надеюсь что коллеги мне помогут потому что как я уже путем не нейтральные атомы не коррекция ошибок не являются моими прямо но вот специально моими темами да поэтому мне достаточно может быть тяжело об этом разговаривать начну давайте начнем сначала с того что вообще у них происходит значит первое с чего стоит начать разговор это просто на то как в эксперименте в эксперименте строится атомный ансамбль они используют рубидий в качестве физической среды одиночные атомы рубидия и одиночные атомы рубидия они помещают в ловушки двух типов сейчас я скажу почему двух значит одна ловушка магнитооптическая она у них генерируется через слм это статическая да статический решет статическая оптическая решетка до куда посажены одиночные атом значит а второй тип ловушки это ловит ловушка динамическая ну то есть это техника оптического пинцета техника оптического пинцета реализована на основе акустооптических дефлекторов вот они здесь указаны две штучки такие вот кубики значит акустооптические дефлекторы скрещены под углом 90 градусов что позволяет луч отклонять ну да в двумерный в любую точку двумерной плоскости значит подготовка ансамбля состоит из загрузки атомов ловушку и потом пинцетом перетаскиванием их на свои места значит таким образом они вот упорядочивают свой двумерный массив значит после чего они предлагают сделать унитарное преобразование над этим массивом атомов и в общем то производить считывание я отдельно поговорю про каждый из этапов пока что не не буду значит ключевым ключевым первым ключевым техническим достижением этой статьи служит значит очень аккуратное перемещение не разрушающее перепутывание то есть авторы перепутывали пару атомов вот как указано на картинке b ну на самом деле много пар атомов да с помощью сидят гейта ритберковского после чего они аккуратно разносили атомы оптическими пинцетами аккуратно разносили на разные концы до оптический пинцет у них хитрый он позволяет в общем сразу многими атомы манипулировать с помощью там как я понял отдельная наука как строить пучки управляющие для этих пинцетов для ловушек и так далее то есть какие там формы пучков это какой-то кошмар вот это очень специальная наука который я говорить не буду но они разносили атомы на 110 микрон да и собственно измеряли фиделити белловского состояния они генерируют белловское состояние в зависимости от скорости движения атома от скорости их разнос это график под буквой д значит и они заметили это отдельная была публикация о том что если скорость не приводходит 02 микрон в миллисекунду то соответственно фиделити белловского состояния вот такого пространства распределенного остается достаточно высокий значит в чем причина того что фиделити падает на больших скоростях ну и естественно в том что это это проблема декогеренции всегда есть в атомах да атомы здесь охлаждены охлаждаются предварительно до того как быть загруженными ловушку охлаждаются они до шестими микро кельвином стандарт стандарт ну по поводу сейчас для текущих работ значит и естественно если их очень быстро тащить да то они греются и выпрыгивают из ловушек то есть теряется атом из боевского состояния теряется одна частица на поэтому ну вот это и есть они говорят основной механизм ухудшения перепутывания ухудшения фиделити белловского состояния при увеличении скорости соответственно незаведомо работают в том диапазоне скоростей который обеспечивает нормальный низкие низкие малые ухудшения фиделити значит значит кроме того они вот меряют двухатомную четность как они меряют вы извините я скажу чуть чуть попозже для стационарной пары вот перед ну только что перепутанных атомов и для пары перед уже разнесенной пространстве но вот как раз нас на малых скоростях порядка 02 то есть вот в начале графика да вот ну и строят соответственно это двухатомных учетных говорят что слушайте мы научились двигать атомы так чтобы не терять не терять перепутывание между ними это такое такое техническое техническое огромное достижение значит инфа да сразу обмолвусь что кроме ловушечных потенциалов пинцета есть еще лазеры для рильберговской накачки лазеры для однопотонный однопотонный 1 извините одна однокубитных гейтов лазер считывающий то есть здесь на самом деле указано совершенно не все только малая часть всего что происходит же можно сразу же переспросить пока вы не ушли с этого слайда замечательного мне показалось что вы сказали что они одновременно передвигают атомы да они делают сложный пинцет с множеством ямок локальных да и вот они могут захватить сразу вот все вот на картинке где показано разнесение этих атомов вот их тут раз два три 4 5 6 7 8 пар вот они сразу 8 атомов могут захватить и унести не очень понятно ведь ну вот первое заполнение она случайная вот картинка в левом ряду сверху это некая случайная загрузка но удалось один атом посадить значит уже заполнена ячейка но дальше им надо ну как-то сконфигурировать поле зная свободные места и в этом смысле во первых кажется что сама матрица 2 должна быть меньше чем 1 это первый вопрос который напрашивается она на самом деле меньше да просто здесь на картинке лод показан не весь массив то есть мать на ловушечка побольше там еще есть атомы за границей рисунка и оттуда они подтаскиваются до чтобы сделать аккуратненький массив ну и кроме того тут можно заметить что на только что загруженный атомы иногда ну вот в общем то не на тех расстояниях находятся на которых надо на разных расстояниях друг от друга они тоже их под перетаскивать они в реальном времени реконфигурируют поля по системе обратной связи по петле и они при этом могут анализировать сразу же несколько дырок да да вот за управлением пучками я говорю так это одна из сложнейшая какая-то вещь для меня лично потому что я в ловушечных техниках страшно не силен вот но тем не менее я потом в конце доклада если мне останется время я покажу видео они прикладывают видео того как они таскают эти бедные атомы но вот параллельное управление сразу несколькими это один из в общем таких факторов которые позволяет вообще что-то делать человеческое конечно просто смысле что они сначала делать первичное заполнение потом подсвечивают смотрят что заполнено что заполнено дальше пучками перетаскивает так чтобы фигуировать эту решетку так чтобы она была вот наиболее плотно ему полностью заполненный а уже дальше по краям загружать если им надо или не надо и все это посредством алгоритмов автоматизированный процесс уже достаточно хорошо и это не только как бы делают капилу тимана в принципе во всем мире так сейчас делают да это правда это техники хорошо знакомые другое дело что ну вот количество атомов которыми можно манипулировать единицу времени ну то есть то насколько сложный потенциал подвижной ловушки не могут делать это в общем-то ну техническая некоторая вещь достаточно насколько я знаю обычно по штучке их перекаты переносят и в этом сложность потому что пока там ты по штучке их начинаешь переносить все время проходит они все разваливаются я просто работу магистрскую в этом году как раз смотрел в группе у москвичей это все делается не по штучке далеко то есть там есть техника в общем которая позволяет оперировать сразу с несколькими то есть это все не так долго во первых и достаточно быстро проскивает но я как раз про москвичей говорю они делают точно поштучно они сначала как вы говорите заполняют всю эту массу ячеек а потом начинают переносить с краев для плотного заполнения но тем не менее они переносят не по пачкам сразу а по штукам можно дать на лиге я продвинуть немножко после того как подготовка ансамбля сделано я хочу сказать про то как реализуются напомнить или кому-то рассказать заново может быть про то как реализуются однокубитные и двухкубитные гейты на нейтральных атом систем значит в качестве состояния кубитов используется сверхтонкое расщепление на уровне рубидия 5s 1 2 уровня до расщепления соответственно здесь еще есть куча магнитных под уровней до которые в общем случае вырождены но они могут это вырождение снимать и тоже через них делать путешествие и об этом потом буду разговаривать значит здесь изображена цепочка атомов но на самом деле это просто старый эксперимент можно это обобщать на двумерной массе значит цепочка атомов подсвечивается с одной стороны лазером 795 на на метров этот лазер сильно отстроен от сверхтонкого перехода 0 1 то есть то что то что то что тут поста написано омега 0 1 в резонансе это все фикция на самом деле это двухатомный рамоновский процесс то есть они светят 795 на метров далеко от резонанса да то есть на на переходе 5s 1 2 5p 1 2 до между уровнями вот что много больше расстояния сверхтонкого расщепления значит и в общем то с того уровня с 5p 1 2 атом падает наверх вот в двухатомном рамоновском процессе падает вниз на уровень 1 допустим если мы с уровня 0 накачали да вот соответственно эффективная частота раби омега 0 1 как раз таки но вот позволяет манипулировать заселенностями нулевого и первого состояний на картинке е показана показаны рабиосцилляции заселенности у первого по уровня зависимости от времени импульса соответственно это сразу же нам дает возможность до делать как x-gate то есть переключать нолик на единичку единичку на нолик до логический x-gate так и в принципе готовить состояние приготавливать в состоянии плюс и в состоянии минус до когерентной суперпозиции прикладывая соответственно чтобы получить когерентную суперпозицию заселенности нужно по хорошо знакомым вам всем техникам приложить и пополам импульс до чтобы детерминированно сменить заселенность нолика на единичку нужно приложить ну вот рабиосцилляция у них на мере соответственно кроме этого значит да этот x импульс который я буду называть ну вот x импульс рамановский лазер красненький он светит на весь массив сразу то есть на всю строку вот здесь вот то есть это эти повороты случаются на на многими атомами одновременно но это естественно никого не удовлетворяет нам не нужно уметь делать x-gate над 10 атомами сразу нам нужно уметь делать что над одним а так вот чтобы делать что-то над одним атомом они дополнительно пацаны могут подсвечивать уже индивидуальные лазеры по индивидуальные атомы лазером который фиолетовеньким изображен на рисунке а этот фиолетовенький лазер делает световой сдвиг верхнего уровня 1 уровня до на величину дельта значит этот лазер нас тут на 420 мм фиолетовенький он настроен на 5s 6p 3 2 переход значит более подробно вот схему уровней можно посмотреть на картинке которая у меня под текстом значит вот омега раман это как раз красный красный лазер который эффективно осуществляет каплинг нулевого и первого состояний позволяет между ними осцеллировать рабе осцеллировать а вот омега с волной z раман он вот отстроен в бок но переходы осуществляется в бок на высокий уровень и не отстроены туда куда-то наверх соответственно это дает возможность менять фазу поскольку это тоже раманский режим ничего тут в резонанс не светит дата это дает возможность накручивать фазу у состояния 0 у состояния 1 зависимости от времени импульса и опять-таки это может ой простите да это может быть приведено к виду z-гейта на самом деле вот такая есть механика здесь 1 то есть 1 кубитных вращений нас на сфере блох вокруг оси z при этом эти повороты вокруг оси x красным лазером и вокруг оси z фиолетовым лазером они могут делать на произвольный угол естественно варьируя просто на время импульса да вот поэтому обладая двумя произвольными поворотами на сфере блохо вокруг двух ортогональных осей они покрывают все в общем-то всю группу клиффорда 1 о том 1 1 1 кубитных преобразований унитарных вот далее как происходит двухкубитный двухкубитные взаимодействие значит используется опять-таки ничего здесь прорывного нет техники знакомые рабочие хорошие используется механизм рейдберговской блокады но он используется так немножко опосредованно чтобы сделать гейт управляемая паза си фейс который при определенных опять-таки отстройках и временных импульсов становится в состоянии гейтем сизе значит как происходит как происходит это взаимодействие значит я сразу обмолвусь что у них вот когда атомы находятся позвольте я вернусь когда они находятся в решеточке вот просто в массиве между ними расстоянием было порядка по моему 10 микрон я потом покажу слайд уточню и это больше расстояние рейдберговской блокад для того чтобы привести их в режим взаимодействия двухкубитного они перед а подтаскивают один атом к его напарнику желаемому ну или какое-то их число до к напарникам на расстоянии 2 микрона таким образом до напарник оказывается они два атома оказывается внутри своих радиусов рейдберговской блокады и начинают сильно-сильно хорошо взаимодействие вкратце механизм взаимодействия типа си фейс вот можно на рисуночке посмотреть значит во первых давай у нас это двухкубитный гейт поэтому 0 0 0 1 1 0 и 1 1 это базе двухкубитного пространства значит и мы подаем на эти атомы которые рядом друг с другом мы подаем два рейдберговских импульса которые значит рейдберговский лазер он бихроматический на 420 на 1013 на метров он в два этапа периоды переводе состояние 1 в рейдберговский режим туда наверх рейдберговский уровень здесь по стандартный 60 с а 70 с 1 2 на можно пока вы не переключились с этой картинки спросить а вот у вас к части атомов приложено фиолетовое поле а в части не приложено это за ней таким образом выбирают что это значит вот фиолетовый атомы точечно могут прикладывать окно то есть у него там маленькая маленькая перетяжка что она затрагивает только один от таким образом они могут делать индивидуально локально над каждым атомом то что здесь на каждый левый это просто так они выбрали не может на любой атом спасибо да они могут этот фиолетовый лазер раздробить на кучу частей и применять к нескольким атомов массиве одновременно все дети которых я говорю здесь они параллельны и вот есть возможность делать и адресный x гей ну то есть я описал как делается x гей не адресный над всеми сразу до по переходу на переходе 01 через равновский лазер 795 значит можно делать x гей локально можно все рамановским и пополам импульсом все атомы перевести в состояется до суперпозиционное состояние 0 плюс 1 на корень из 2 потом адресно сделать z а потом вернуть как было но вот известно да что подобное преобразование это сводится к из кейту то есть это марзета дамар это x гей поэтому можно адресно делать и x повороты вот но вернемся к двухкубитным значит подается два импульса риттберговского лазера который спаривает первый уровень 1 именно уровень с риттберговским эти два импульса отличаются на фазу кси у них разная фаза соответственно что происходит системе двух близких от которые находятся внутри радиуса блокады друг друга состояние 00 поскольку она не спарена с риттберговским уровнем с ним ничего не происходит если у нас оба атомы состоянии 0 то ни один из них на риттберговский уровень не возбуждается и просто ничего не произойдет значит если возбужден 1 да то это можно эффективно описать через накопление фазы состоянием 01 то есть ну на самом деле если бы одному возбудиться в риттберговский уровень никто не мешает да все здесь в порядке если 2 а 2 не может возбудиться потому что он состоянии 0 да то есть тот который станет единичка уйдет на риттберговский а тот который станину не с ним ничего не произойдет соответственно за время импульса мы можем сделать так что на первом импульсе на состоянии 01 благодаря путешествию и 2 единички наверх и обратно накопится фаза фи-01 по зафи-01 здесь заштриховано вот темно-серые места это фаза то есть я должен проинтегрировать по всему по всему кусок по всему кусочку сферы вот этой значит при этом то где пройдет вот эта линия единичка с единичка в кружочке да зависит от отстройки лазера от риттберговского уровня то есть при нулевой отстройки это будет резонансное возбуждение в риттберговский уровень мы пройдем вот по да по окружности проходящий просто через пулюса на при большей отстройки вот на картинке d это хорошо видно наше путешествие происходит все по более и более наклонным траекториям вот таким образом одним импульсом мы путешествуем в какую-то точку время импульса специально подобрана чтобы состояние 01 оказалось не нет ни на полюсе на своем же обратно а где а второй импульс который имеет другую фазу эффективно на сами заставляет фазу квантового состояния двухатомного двухкубитного путешествовать по траектории 2 накапливать другую фазу вот здесь времена импульсов и фазы подобраны так что в сумме состояние 01 вернется в себя же после этих двух импульсов но с накопленной фазой фи-01 фаза фи-01 в зависимости от нормированной частотура авиастройки указано на рисуночке d вот она фаза фи-01 значит видно да что при больших отстройках фаза никакой не будет потому что но эти траектории будут где-то возле полюса да и вот это интегра и интеграл по застряхованных поверхностей сферы будет близко 0 вот фаза будет никакой если мы светим в резонанс то пада будет 2 пи после такого путешествия а вот состояние 11 то есть когда оба кубита находится в логической единичке опять-таки подбирается все так чтобы за время импульса вот это состояние путешествовала по полной окружности то есть вот может быть здесь видно на за время первого импульса она проходит полный круг и за время второго еще один полный круг за счет этого состояние 11 накапливает другую фазу почему у них отличаются почему у них отличаются траектории на сфере блохо потому что у них на самом деле разные чисто эффективно разные частоты рады да если оба кубита находятся в состоянии единичка мы не можем они при освещении риттберговским лазером хотят оба пойти наверх в риттберговское состояние но оба они это сделают сделать не могут да поэтому ну вот из-за механизма блокад поэтому реализуемое состояние станет w это суперпозиция один остался в единичке 2 в риттберге или один риттберге 2 в единичке вот соответственно опять таки отстройка регулируется это путешествие накапливаемая фаза и сидит гейт будет реализовано если вот эта фаза накапливаемым состоянием 11 равна вот здесь можно увидеть бледно-зеленым 2 фи 0 1 минус пи то есть вот гейт который у меня описан справа формулами это напрямую он эквивалентен сезон гейт вот подбираю то есть подбирается отстройка таким образом чтобы попасть ровно вот в эту точечку и реализуется соответственно реализуется двухубитное взаимодействие до fidelity точности двухубитных гейтов физическим физическими купить не у них конечно маленькая относительно анаде она 1092 то есть это все еще не ну по некоторым источникам это не удовлетворительно да вот но они все обещают улучшить они здесь не акцентирует внимание на улучшении сидят операции вот они акцентируют внимание на другого же пожалуйста все-таки два момента первый момент хочется обратить внимание что это эволюция не отдельного атома один хатом а именно двухатомного состояния подознатым но да конечно спасибо дохода вот и это самый очень важный момент потому что если делать просто гейт на эффекте блокады то там получается на самом деле не очень высокая фидерити сказал что это не прорывная работа самая прорывная работа которая есть в том смысле что они получили фидерити 97 процент работе конкретно и это было в общем то такой серьезный потому что до этого все было сильно меньше 90 а тут 97 процентов и китайцы они вот в прошлом году это дело даже лучше ли он получилось там 98 процентов но они правда рассматривают этого всего да спасибо это вот эта картинка действительно не из той статьи которую я докладываю а только ты вышел двумя годами ранее мне действительно надо было 97 час они улучшили до 99 вот в этой работе они говорят 99 но на этой цифре не заостряются не заостряю наше внимание вот соответственно да я крайне благодарен за подобный комментарий потому что я вообще не слежу за развитием не почитали нейтральных атомов слабо слежу поэтому естественно могу что-то упускать ловушки если секрет а что черт сколько там атомов ловушки потому что вот те же китайцы когда они получили 98 процентов но они там все поместили два атома ловушка то есть я можно на этот вопрос ответ чуть 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 попозже смысле у них вся ловушка отдельно на зоны это в общем так сразу не сказать где-то они используют там по 60 опасую по 12 48 то есть не зависит я об этом еще скажу после того как мы описали однокубитные двухкубитные преобразования да естественно поскольку однокубитные мы можем делать вокруг извините я оговорюсь тут немножко поскольку однокубитные преобразования мы делаем вокруг произвольная на произвольный угол до подбирая произвольное время то есть не клиффордов гейт типа т-гейта до пина 8 поворота они тоже могут делать здесь не стоит отдельного вопроса как сделать не клиффорд то есть универсальный набор операций здесь нативным образом получается над видном над физическими кубитами вот это очень важно это все атомы пары атомов это физические кубиты теперь давайте поговорим немного о том как происходит процедура измерения значит для процедуры измерения у них есть следующая история они сначала значит те значит те кубиты которые они хотят измерить индивидуально они там точечно увеличивают глубину статической ловушки то есть не пинцета а статической которая генерируется слн увеличивают глубину ловушки и потом они выталкивают состояние все атомы в состоянии 1 логической единички то есть это с 1 2 f равна 2 да они его резонансно накачивают на высокий переход после чего все атомы которые на которые мы посвятили если атом находится не один он улетает он нагревается из-за резонансного возбуждения и улетает из ловушки значит после вот этого локально это называется local push out локальное выталкивание всех атомов в состоянии единичка мы получим массив с дырками дырки эти мы не заполняем мы светим подаем последовательность имиджинг импульсов на 780 нанометров прям таки в резонанс отец 1 2 5 по 3 2 перехода чего атом у нас остались и напоминаю только атомы находящиеся в 5 с 1 2 f равна единичка состоянии 0 до логическом они все в этом после вы после накачки они все высвечиваются вот мы ловим сигнал флюоресценции на камеру вот атомов состоянии 1 к этому моменту уже нет то есть там где у нас ничего не атомы улетели у нас останутся дырки а там где атомы были в состоянии 0 у нас осталось у нас будет ферсцентный сигнал при этом можно также это измерение в базисе 0 1 до в базисе собственных состояния оператора x можно делать измерение кубита в других базисах просто прикладывая перед этим и попалах x при пополам импульса да то есть переводя базис приводя атомы в суперпозиционной заселенности и делаю суперпозицию заселенности делаю то же самое можно проверять плюс минус до состояния ну или какие-то еще если в общем то захочется при этом у состоянии которые мы не хотим измерять дэйта кьюбит они здесь называются у них из-за ловушечного потенциала сдвинуты уровне так 5s 1 2 5 по 3 вторых что имиджинг лазер для них не в резонансе то есть они не будут высвечиваться из-за огромного 2 сдвига более значит дети отдельное тоже если интересно я могу потом об этом фуаров наверное поговорить здесь написано три страницы про то как правильно мерить зачем выключать ловушку на время local imaging импульсов да и как с этим вообще говоря жить почему атомы не греются особо вот как там всего избежать это опять-таки это очень 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 продвинутая техника они значит обращать внимание на то что измерение у них долгая вот эта шкала в микросекундах если сидит гейт вот этот двухкубитный у них занимает порядка 200 наносекунд то измерение у них занимает ну вот достаточно большое большое время если полную процедуру рассматривать то до 900 микросекунд это достаточно долго до время жизни у нее время жизни атомных состояний в ловушках у них порядка по моему порядка больше секунды так что они заведомо могут делать очень много операций гейтов но вот измерение процедура дорогая а необходимо как я покажу дальше необходимо постоянно под измерять чтобы делать обратную связь и коррекцию и они обратят внимание что вот это то что нужно улучшать то нет долго происходит считывание без пикселей камеры у них долгая последовательность этих импульсов потому достаточно чтобы все снять хороший с хорошей экспозиции с хорошей точностью вот поэтому ну вот это они будут улучшать дальше ну и последнее слайд предварительного приготовления перед тем как я все-таки начну рассказывать на статью которую рассказать в работе авторы сосредотачиваются на анализе нескольких типов кодов коррекции ошибок они делают несколько разных состояний логических кубитов раз разными кодами коррект значит они используют как поверхностные коды коррекции ошибок нам многим хорошо знакомые до стабилизаторные поверхностные коды так и цветовые коды которых будет вот этот слайд и более сложные не плоские трехмерные коды коррекции значит я потихоньку обо всем поговорю то на чем нам нужно то на что нам нужно обратить внимание в данной работе то что код коррекции ошибок вообще в чем заключается идея базовая мы кодируем логическое состояние кубитов уже не одиночными атомами да а некоторым сложным состоянием нескольких физических кубитов нескольких атом в данном случае да конструируем очень специфические состояния такие чтобы мы могли узнать если произошла ошибка потому что надо на губе если один физический кубит до кодировать в один логический то такая система не позволяет делать коррекцию ошибок большинстве случаев поэтому ну вот давайте делать состояние которое называется кодовые слова состояние из многих физических кубитов вот где мы однозначно можем узнать если произошли некоторые особенные ошибки значит кода коррекции характеризуется в основном тремя числами первое это количество физических кубитов которое нужно нам для кодового слова второе число это количество логических кубитов которые закодируются этим словом этим набором слов в этом пространстве и третье число это call distance d она определяет максимальное количество исправляем их ошибок значит пространство кодовых слов определяется через набор оператора которые называются стабилизаторы значит свойства стабилизаторов на пространстве кодовых слов такое что они обладают собственно собственным числом плюс единиц то кодовые слова это собственное состояние стабилизаторов с собственным числом плюс единицы соответственно как можно подходить как можно подходить по конструированию кодовых слов можно придумать какой-то набор стабилизаторов сколько мы хотим вот пространство стабилизаторов она включает себя вот столько 1 простите стабилизатор является тендерным произведением физических однокубитных до операций но вот например вот здесь стабилизатор s1 написано это произведение x1 на x2 на x3 на x4 то есть над первыми четырьмя физическими кубитами надо сделать x а над остальными ничего не делать над пятым шестым и седьмым это например если мы хотим кодовое слово с n равна 7 значит мы вот таких стабилизаторов можем написать до коммутирующих друг с другом а потом по ним однозначно построить состоит кодовые слова то есть можно кодовые слова определять так можно наоборот можно построить кодовые слова потом над ним написать стабилизатора но это в общем-то не очень трудно при этом механизм детектирования и коррекция ошибок заключается в вычислении синдрома ошибки то есть мы должны уметь измерять некоторые числа это средние значения стабилизаторов и по этим по изменению этих значит измеренных значений стабилизаторов мы можем сказать какая ошибка произошла вот в этом и соответственно если мы знаем какая произошла то мы можем ее скорректировать авторы статьи уделяют много времени цветовым цветовому коду 713 вот он изображен здесь треугольничком значит этот цветовой код который использует 7 физических кубитов для кодирования одного логического то есть зависимости от мы берем какие-то достаточно сложные суперпозиционное состояние семьи кубитов какие-то из них нолики какие-то из них единички да и вот это вот 7 кубит семикубитное состояние кодирует на один логический при этом на состояние нолика единичка логически можно сконструировать как собственное состояние вот такого z оператора большого над пространством логическим который сводится к данным произведению за гейтов на каждый физический кубит почему именно здесь используются цветовые 713 коды значит во первых потому что это самый простой двумерный цветовой код 713 самый тривиальный вот во-вторых поверхностные коды вот обычные поверхностные не типологические коды которые я сейчас рассматриваю поверхностные коды иногда не позволяют производить так называемые поперечные операции то есть кодирование вот такое сложное это конечно хорошо но если я заинтересуюсь а как мне делать логические преобразования с этим логическим кубитом как над ним сделать x как над ним сделать адамара как над ним сделать стэгей дани клиффордов как делать сено то окажется что не для всех кодов коррекции эти логические преобразования сводятся к произведению физических то есть мы не всегда можем не на каждом коде и не всегда можем так сконструировать операцию чтобы она раскладывалась на ногу вот чтобы адамар раскладывался допустим на тендерное произведение одноатомных а дома такое происходит не всегда и они отдельно обсуждают о том что поверхностные коды не позволяют делать некоторые некоторые операции поэтому задачу цимотопологически начну давайте в качестве примера вот приведу здесь да здесь выписаны стабилизаторы на картинке здесь выписаны рецепты построения x и длину всех однокубитных операций над таким логическим кубитом то есть логическая x да это перевороты 5 6 7 физических то есть вот по этой грани логическая и y это y над пятом 6 7 и так далее так далее так далее здесь все написано значит да почему они называются цветовыми кодами на самом деле это вот как видно это хитрая графа состояния у которого каждая вершина до разными цветами мы раскрашиваем этот граф так чтобы ни одна вершина не лежала у нас на не имел чтобы каждая вершина мела соседей только принадлежащих домену другим цветом вот такая логика событий значит мы это дело так раскрасили а потом написали отдельные наборы стабилизаторов что здесь удобно в топологических кодов здесь над каждой областью синий красный и зеленый работает только свой набор стабилизаторов sx и два стабилизатора на каждую область sx и sx и sx и sx таким образом всего 6 стабилизаторов над всем кодом на всем кодовым словом но вот можно их разбить на группы работающие на отдельных как называется словом плакет но я это называю просто областью красине красный зеленый как происходит здесь детектирование ошибки допустим у нас есть сначала некоторое состояние некоторое состояние одно состояние логического убита обладающего вот таким вот набором средних значений от стабилизатор значит sx над красной областью sx над синий зеленый и общем собственным значением оператор азотель который я только что ввать значит если в мое состояние вдруг вмешается ошибка x над вторым физическим кубитом 2 физический кубит лежит на пересечении красной и синей областей соответственно это сразу же повлияет на средние значения от стабилизаторов sz красной и синей области соответственно измеряя средние значения стабилизаторов мы сразу скажем ошибка произошла вот здесь именно в этой в этом физическом кубите и мы сможем ее скорректировать применим гейт x ко второму физическому кубит если ошибка произошла на вершинах треугольника соответственно будет меняться только один из стабилизаторов например если один из извините наборов стабилизаторов над вот этими цветными областями то есть если произошла ошибка в z5 поменяется только синий стабилизатор sz да остальные нет потому что вершина 5 не принадлежит другим цветным областям ну и наконец если ошибка вдруг комбинированная ошибка y пришла кубит 3 до который находится на пресечении всех трех областей то соответственно все три набора стабилизаторов поменяют свое собственное значение мы можем это корректировать поскольку d call distance для данного кода коррекция троечка это значит одно что мы можем корректировать только однокубитные ошибки одну одну ошибку одну одну ошибку вот так лучше сказать да почему потому что если ошибки произошли одновременно в двух кубитах например как вот здесь написано на 5 и на 2 произошел произошла фазовая ошибка z одновременно то изменение стабилизаторов вот такое будет неотличимо от однокубитной ошибки в по моему четвертом узле вы извините я сейчас точно не помню то есть если пришла одна ошибка в четвертый по моему в четвертый узел то поведение будет таким же как при двух ошибках в узлах 2 и 5 поэтому такие парные ошибки они не отличаются от одиночных и следовательно мы не можем их скорректировать мы увидим ага красный стабилизатор поменял свое значение ну значит прикладываем там я не знаю к узлу номер один операцию операцию и операцию z да и делаем коррекцию у нас на самом деле это не x ошибка в первом узле а 2 z ошибки в узлах 2 и 5 поэтому ничего не можно корректировать да мы что-то корректировали но не то что произошло вот кроме того есть механизм миграция ошибок по вот этим углацветным областям например если ошибка произошла в синей области это условно изображается ошибкой забрать возникновение ошибки в области возникает изображается черным эллипсом а потом произошла ошибка в третьем узле зато ошибка то ошибкой в синей области переместиться на другие цвета на другие стабилизаторы мы тоже их не отличить теперь наконец-то про процентов я надеюсь у меня хватит мне хватит по 40 минут для того чтобы все рассказывать на слайде да извините если вдруг есть вопросы я чего-то куда-то гоню если есть вопросы то я конечно готов на них ответить вот если меня вообще до сих пор слышно слышно вопросов пока нет замечательно значит на этом слайде представлена вот как раз таки схема физическая схема установки которая реализована в статье обозреваем значит и вот тут сразу есть главный момент они делят всю ловушку блокируем вопрос задам я так понял что там все-таки только один код может быть исправлен дистанции но код всего один как его одному будет использоваться исправлены хотя дистанция 3 да я правильно понял да 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 ну дистанция это не напрямую количество ошибок количество ловушка физически у них поделена на несколько зон так называемая зона хранения сторож зон в зоне хранения они атомы находятся в статической глубокой ловушки где ими не нужно их не нужно в общем-то спаривать для перепутывания до перетаскивать поближе друг другу и так далее они в статической глубокой ловушки на расстоянии 2 6 микрон значит в зоне хранения также осуществляется однокубитные преобразования при этом поскольку ловушка глубокая то даже если мы случайно посвятили какой-нибудь резонанс до нагрев не даст нам атомы выскочить то есть время жизни в зоне хранения больше секунды что достаточно в общем-то много для перепутывания аптечный набором пинцетов динамической ловушкой которая как раз через акуста оптический дефлектора реализована где-то у меня здесь должно быть да вот 2d local ramen а.д. этот динамическая ловушка 2d static slm traps это статическая ловушка и еще одна динамики да и еще одна да простите вот это движущаяся ловушка вот это локальная ловушка тоже на акуста оптических дефлекторах еще одна slm ловушка статическая значит для взаимодействия кубиты перетаскиваются в зону взаимодействия intangling zone где они сбиваются в нужные пары между парами я напоминаю 2 микрона радио среднберговской блокады 3 с небольшим значит между соседними парами 10 микрон так что одна пара слабо влияет на другую вот и наконец чтобы из зоны взаимодействия мы можем их обратно помещать в storage zone где делать однокубитные преобразования либо можем уху носить в readout zone значит где мы производим измерения почему измерения производится отдельно и почему она все разнесено значит потому что измерение производится как я уже говорил local imaging лазером на 780 нанометров который светит в резонанс если он светит в резонанс то все начинает греться соответственно мы не можем себе позволить измерения в storage или в intangling зонах потому что ну у нас соседние атомы будут сильно сильно греться ему страшно ухудшим свои фиделити свои времена жизни вот поэтому считываем в отдельной зоне readout при этом они говорят даже что несмотря на то что мы разнесли все равно излучение от измеряемых атомов попадает в storage и в intangling зону это все начинает чуть-чуть греться то есть это они все они говорят надо больше ловушки до с большей большим размером чтобы еще подальше разнести кроме того они специально углы лазеров подбирают чтобы в общем-то поменьше отражалась светило в саму остальную в остальной двумерный массив это все опять таки техники вот я повторюсь техники здесь на грани воображения вообще говоря вот сложность этих тех а вот все таки что означает их состояние 2-6 микрона в зоне хранения да как я понял как я понял они его могут как-то в общем-то менять а в каком смысле что значит но она у них разное может быть если она гуляет то есть от 2 до 6 микрон то это начать что как бы сами кубит в разогретом состоянии уже и что они да нет она не гуляет они могут торги дом неаккуратно перетаскивать ну то есть поскольку там нет взаимодействия у них не есть произвол у них есть очень много разных конфигурации этот сторож зон в каких-то они прямых плотно насаживают каких-то они их делают неплотно в каких-то они делают вообще с дырками или с передним расстоянием то есть это варьируемая величина но словушка достаточно глубокая то есть из-за разогрева это не это не из разогретого не из-за температуры движения на 4 микрона туда-сюда естественно это не температура так они правда могут любые два атома перепутать или все-таки какие-то проще какие-то их сложнее то есть нужно перетаскивать куда-то вот эти два там как-то их сближать я не знаю вот они могут любые два перепутать они захватывают два рандомных кубита пинцетами так как их пару и перепутывают потом они могут эти пары разъединять и перепутывать делать многочастичное перепутывание я об этом много буду говорить так понятно что они стараются как-то это дело но оптимизировать чтобы далеко не тащить но опять-таки они тащат медленно со скоростью меньше там 0 2 микрон на миллисекунду и у них перетаскивание не влияет на конкретность убит на то есть им на самом деле все равно куда куда что тащить они дальше понятно что это ограничение на скорость работы они оптимизируют и таскают как-то там ну специальным образом есть глупый вопрос что за единицы измерения view м это не юм это это мю это микроны а извините да тут просто у них буквами они не умеют писать да в своем а подскажите пожалуйста а что это за подвижная ловушка вот которая используется moving значит это сложный потенциал некоторые двумерный сложный потенциал который во первых они могут в реальном времени менять то есть вот есть обратно петли обратной связи до с камеры на на ловушке значит они могут его менять и акуста оптическими дефлекторами они могут это передвигать эти ловушки по двумерному массиву динамически с какой целью так реализован пинцет а все понятно спасибо да это пинцет значит здесь также можно видеть полную схему уровня и всего что здесь светит значит вот вот этот красный лазер рамановский 795 до двухатомные в двухатомном рану рамановском процессе отстроен на 5 по 1 2 реализует x или z-гейт да соответственно изображающий лазер светит в резонанс 5 по 3 2 5 с 1 2 ритберговское сопряжение осуществляется бихроматическим лазером куда на но здесь вот правда нарисовано уже 53 с другой статье у них было 60 но видимо это зависит от конфигурации установки я не думаю что это что-то очень важное значит таким образом они реализуют очень на самом деле ну очень элегантную архитектуру они говорят что вот эти все storage intangling readout zone могут быть реконфигурированы то есть в них они могут быть разных размеров в зависимости от наших потребностей от решаемой задачи них есть отдельно массивы кубитов в storage zone массивы того размера которого им хочется вот здесь по 25 штучек массива то есть поскольку мы можем их таскать сохранением когенетности мы здесь мы можем любой рисунок здесь выложить любую структуру которая нам интересна значит для взаимодействия она втаскивается в intangling зону где светит ритберговский лазер ритберговские импульсы рядом у них хранятся анциллы анциллы здесь хранятся для перепутывания с основными кубитами для коррекции ошибок для в общем-то для измерения синдрома ошибки вот по коррекции с кодом коррекции которые я обогревал значит и отдельно потом все это тащится в зону readout где где ренонанс на 780 лазер делать значит они здесь обращают внимание на то что они могут делать измерения с обратной связью вот эти мид серкет менеджер мен что они пора данным с камеры до могут сразу же корректировать ловушку делать какие-то корректирующие однокубитные гейты значит здесь они проверяют адресуемость однокубитных гейтов в общем-то следят за состоянием кубита 1 который на который направлен лазер дорисующий и и его соседа на который лазер не направ ну вот соответственно это все происходит в стороне зон однокубитные так что мрамор не светит взаимодействие между кубитами никакого нет вот это как бы ключевая вещь и вот они показывают что у них достаточно все здесь хорошо преобразование над ним кубитом не влияет на приобретение над другими и так далее так далее то есть адресуемость есть взаимодействие есть все хорошо значит теперь про их результаты вкратце значит первое что они делают они делают состояние гринбергер хорненциаленгера и они их делают хитрыми они используют не физические кубиты они используют 731 логические коды о которых я говорю то есть они сначала перепутывают 877 растите 7 физических кубитов вот такой кластер треугольный потом они их делают кучу штук этих треугольников и а потом они делают следующее они половину языка и треугольников половину перепутывают со второй половиной и отправляют их на хранение например со второй половиной они делают вот эта схема реализует а адамар сенот 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 реализует соответственно состояние гринбергер хорненциаленгер вот физически над физическими кубитами вот это делается чтобы сделать логическое логическое состояние потом над логическими четырьмя делается вот такое чтобы сделать состояние гхц состояние после чего соответственно можем мы либо ну не либо а и измерить те которые на котором мы не делали гхц и измерить те на которые мы делали построение гхц состояние а дальше начинается магия коррекция ошибок значит они говорят что они строят ошибку а инфиделити спам инфиделити спам это о приготовлении и и измерения то есть это ошибки не связанные с ошибками в гейтах это ошибки при приготовлении и при измерительные ошибки они говорят что если мы просто будем делать считать спам инфиделити физического атома то она находится вот на уровне среднего столбика то есть это физического кубита такая неточность спам значит если мы берем делаем просто логические кодовые слова треугольники да вот эти то у них инфиделити большая но тут есть приписка и ногти это но он фон пол талера то есть мы просто готовим вот эти самые состояния потом их меряем и ужас инфиделити большая но если мы сделаем пол талера фон толерант приготовления то есть как раз таки половину кубитов мы не будем трогать мы перепутаем до кубит из основного регистра с анциллой каждый с одним померяем анциллы померяем их стабилизаторы и скорректируем однокубитель делаю при проделываем однокубительные операции с основным регистром чтобы скорректировать ошибки потому что при перепутывающей операции синод ошибки однокубительные ошибки спам в основном регистре будут влиять на соответственно да у вас при сеноте получится тоже состояние с ошибкой в анциллой регистре вспомогательном регистре поэтому измеряя что там в анциллах мы можем опять-таки по результатам измерений подачи на петлю обратной связи сделать преобразование над основным регистром поэтому спам инфиделити понижается на порядок вот это фолт-толеранс так реализуется то есть мы уменьшаем количество нормальных человеческих кубит ну логически кубитом половину мы половину из них используем просто для коррекции 2 на вторая половина зато с низкими инфиделити также самая логика работает при приготовлении джейдз состояния значит если они делают но пол-толеранс приготовления доник фидельте не превышают 0 6 то есть но он толерант это когда мы не вот этой процедуры сенотов не делаем вот это посерединке ну просто приготовим как приготовить да пол-толеранс это если мы соответственно делаем сеноты измеряем анцилла в состоянии он ссыл и корректируем основной регистр по состоянию манцилл и идея в те это значит еще с дополнительной после лекции дополнительный год селекции по всем средним от стабилизаторов и еще и мы и все вот с выбрасыванием того что нам не нужно вот значит на втором графике они как раз таки вот указывают фиделити в зависимости от того какой объем данных мы берем ассорт фракшн да ну то есть мы все что прилетело считаем или по постселектируем только нужные нам какие-то вариант но по сути ассорт фракшн влияет на вероятность до генерации ну вот соответственно кривые бледные это так называемая это non-form tolerance то есть без тенотов но попытками коррекции то есть мы смотрим когда у нас в ансиллах есть ошибки да вот 1 2 3 4 у нас анс из четырех ансилл приготовлен допустим неправильно вот кривые построены для этих четырех случаев когда ошибка в ансилле обратно в двух трех или четырех а ft это как в это когда мы уже сделали сенот сделали полноценную коррекцию значит тут сбоку важная вставочка как не как измерять логические состояния значит на камере это все выглядит замечательным образом если я посмотрю вот на этот класс то значит здесь черненькие это нули черненькие мой простить черненькие это единички физические единички круглые белые кружки это физические нолики которые высвечиваются вот ответственно у них это выглядит час секунду простите наоборот черные кружки это то что высветится а белая то единички они темные состояния в данной техники значит то есть если мы видим вот такую конфигурацию атомов дает он логически ноль а если вот такую то это логическая единица то есть они специальные вот такие двумерные структуры собирают чтобы просто детектировать на камеру что несомненно в общем-то дел хорошие однако двумерные цветные цветовые коды не позволяют делать поперечную не клиффордовую операцию то есть если я заботюсь тем как над этим треугольничком сделать и на 8 гейт у меня ничего не получится он не сведется к однако гейтом над физическими объектами надо надо над семью физическими губитами поэтому они кроме двумерных кодов коррекции используют также трехмерные коды коррекции 832 где 8 физических кубитов кодируют 3 логических но правда с д равное 2 вот и она ошибки вообще не позволяет исправлять по моему если я правильно помню но тем не менее они конструируют просто группа принципов трехмерные коды сложная вот такое перепутывание значит я тоже на видео покажу как они делают вот состояние кубика значит логические кубиты это вот такие вот кубики их три штуки из 8 из 8 физических ребер значит они держатся где-то у меня была схема да этот кубик делает из 8 физических вот такой схемой они сначала делают выход на 2 гхц извините меня за жаргон состояния над кубитом и 1357 и 2468 вот к этому моменту а потом перепутывают гхц состояние между собой делая вот такую сложную на самом деле кластер из гхц состоянии который можно изобразить кубиком пространстве физических убит значит вот такой вот трехмерный код они делают а потом они перепутывают эти трехмерные коды друг с другом делая на самом деле где-то у меня это было до делая многомерные логические состояния 4d 57 и так далее сделая вот гиперкубические коды коррекции значит что они найдешь зачем они это делают пока вы не ушли от предыдущего слайда можно здесь прокомментировать все таки когда вы говорите 3d код 832 это ведь значит что 8 физических 3 логических а 2 это количество ошибок нет отливает call distance мы видели что call distance 3 позволяет исправлять одну ошибку код distance ниже 3 ошибок исправлять не позволяет по моему по моему это не так я может ошибаюсь может быть кто-то из присутствующих поправить мне всегда казалось что это как раз то самое число ошибок одновременно которые можно исправлять вот они делают такие я потом на камере я потом видео успею на это показать как они это все делают ну вот сложным образом перепутывают 4 4 кубита они 3 да так они могут а это могут хотя бы где-нибудь посмотреть определение 4 кубитного горит на горит состояние сейчас секунду может у меня где-то нету я к сожалению это не включил на слайда но у них это можно посмотреть простите да я это не на слайде не указал вот потому что они как-то это вот так не в мире там проходят и вот да у них это написано кого и вот значит зачем они это делают вот тут на самом деле мое глубокое разочарование сейчас будет сквозить несмотря на всю восхитительность этой работы они не показывают работы никаких реальных квантовых алгоритмов которые мы слышали на докладе даниила решетникова например пока то на право этапам быть маркинг да то есть не фурие трансформ не не джозе алгоритм не шора ничего не делают они делают при контенте нет квантом полиномиал серка так называется я это называю поправьте меня специалисты я это называю задача моделирования самого себя то есть решать задачи сэмплинга мы готовим кубит и производим некоторое количество случайных желательно да если мы говорим про там равномайс панч маркинг количество унитарных операций строя у нас разные бит стринги разные битовые строки получаются на выходе мы строим плотность вероятности встретить ту или иную до битовую строку эту плотность вероятности мы вот можем нарисовать вот она вот красненьким рисом теоретическая одна там бит на битовая строка под номером каким-то будет встречаться часто после такого унитарного набора набора унитарных операций другая репка и так далее но вот эта задача моделирования унитарной эволюции квантовой многокубитной системы она тяжело решается на на классических компьютерах это если я не ошибаюсь то чем google с процессором сикамор тоже до доказывали кванту свое превосходство у них как раз очень хорошо работала задача моделирование сама у себя как то что называется соответственно они вот на 12 логических кубитах каждый из кубитов кодируется вот гэйс для состояниями вот этим вот кластером из гэйс для состояния то есть на трехмерных кодах они построили вот решили задачу сэмплинга делали очень много процедур постселекции коррекции ноут в итоге у них получилось то что указано на правом слайде вот еще раз можно это речь идет о предыдущей вот той коррекции ошибок которую вы только чтобы обсуждали с кубиками трехмерные именно этом это не треугольники да это многомерные коды но вы же сами сказали что там коррекцию не сделать там делается детекция ошибок в том смысле что они вот по вот схеме которую я показывал половину кубитов перепутывают с ансилами просто они не меряют они синдром не меряют на данных тылах они просто измеряют состояние ансил совпадает ли она с тем что она каким оно должно быть по их мнению то есть они не меряют синдром ошибок здесь но они делают такую базовую рм коррекшен да просто проверить ансилы и выбросить те варианты когда все плохо в ансилах вот поэтому здесь нет припитки видите здесь нет припитки пол талера потому что мы не корректируем ошибки мы выбрасываем те случаи когда есть ошибки в ансилах так наверное число крат означает количество дектируемых ошибок вроде 1 чтобы было вот там какие-то состояния то есть как бы дектировать можно больше чем корректировать то есть может от 2 там и есть количество дектируемых ошибок на такое положение наверно нет детектировать можно да вроде больше чем корректировать они строят эти дожидают решают эту задачу контент квантом полиномиал теркать сэмплинга на не решают для разных размеров кодов коррекции вот максимум у них 48 кубитное логическое состояние вот они его как-то там моделируют вот считают на по вертикали здесь построена и в себе это про центра пиваль фаркинг бенчмарк перекрытый энтропии о нем много даниил решетников как раз таки насекомор процессор использовал этот бенчмарк я скажу лишь только то что чем ближе и к себе к единице тем лучше живется вот ну и они указывают множество кривых с выбрасыванием детектирования ошибок в ансилах без детектирования ошибок в ансилах ну в общем ну эту задачу как-то они решат и на самом деле все то есть вот мое разочарование от того что они показали генерацию гхц состояния на цветовых 731 кодов показали принципиальную возможность построения многомерных кубических гиперкубических кодов коррекция сложным перепутывание да и единственное что они сделали задачу сэмплинга пока что продемонстрировали на самом деле то есть да и там чего-то они еще было такие состояния по телепортировали но это не столь интересно для как вычислительная задача поэтому вот никакого ни одного реального квантового алгоритма работы алгоритма продемонстрировано не было кроме того естественно можно заключить что это все вещь очень жадная у них каком смысле смысле у них там сейчас порядка по моему 200 чем-то 200 чем-то физических кубитов атомов соответственно представьте себе да сколько нужно физических кубитов чтобы делать трехмерные многомерные коды до делать гхц из четырех потом перепутывать их попарно делать 8 это только один узел гиперкуба в общем это все вещи очень очень жадная она необходимая почему потому что с фиделить на мой взгляд с фиделити сенота меньше четырех девяток на любом реальном физическом алгоритме ну который до многие многие тысячи гейтов в общем-то коррекция ошибок необходимо и необходимы сложные вещи коррекцию ошибок сложная коррекция необходимо у них коррекция хорошо работает на двумерных цветных кодах но двумерные цветные коды не позволяют им делать не клипордовую операцию как а трехмерные коды они пока ну вот строят строят но они не продемонстрировали коррекцию на трехмерных кодах да то есть 832 это такой тривиальный тоже минимальный код который ничего корректировать не позволяет на самом деле вот а детектирование ошибок через простой перепутывание сам ссылами происходит то есть вот с одной стороны эта работа потрясающая по техническому уровню другой стороны будет дальнейшая работа я подозреваю и они будут демонстрировать работу квантовых алгоритм или бенчмаркать осуществлять бенчмаркинг своего процессора потому что пока что это как это это уже не стоит у фарт но еще и не уровень до технологий однако ну вот их способны перетаскивать и попарно перепутывать кучу физических кубитов это несомненно вот огромный огромный плюс не прокомментирует пару дней назад мы каков тут было как пятку шум подняла они вроде ищут этот превозмогли когда на ионах начали делать они логических посмотрите потом да я уже видел пару дней назад microsoft и квантинум на ионах вроде как заявили что мы вышли из эры шумных квантовых вычислений из низк до эпохи они там чего-то сделали коррекцию какую-то замечательную абсолютно я еще эту статью не видел вот но да это вот как-то в общем то все быстро начало происходить только успеваем стиль семинары подвольте я продемонстрирую видео пока вы еще не будем продемонстрировали видео еще раз вы не могли бы здесь подвести какой-то итог вот многомерные кода коррекции сколько физических кубитов для одного логического смотрите для построения вот такого кубического кода три логических 8 физических но без коррект без возможности коррекции можно строить на самом деле вот эта картина графу можно строить любые сколько угодно ветвистые сложные графы да и получать разные коды с разными вот с разными показать сказать однозначно вот такой код может корректировать все что нам все что у нас системе важно а так вот я не не могу так сказать нет но про трехмерные вы написали вот у вас тут дальше 4d кода и и и дальше дальше еще какие-то многомерные может быть можете сказать как растет число физических кубитов при этом наверное могу а значит для того чтобы сделать гипер куб 4d код нам нужно две группы по 8gz состояние то есть в синей группе не не галитет состоянии а вот этих трехмерных поток то есть у нас есть 8 кубиков 8 кубиков 64 физических кубита и еще 54 физических кубит и того 128 физических кубитов это 14 д кубит ну то есть это я говорю это как бы это кажется ужасом но у них потрясающие техники хранения манипулирования измерения потрясающие по-настоящему потрясающие и их заявление что через год у него 10 тысяч физических кубитов она в общем-то кажется ну а правда то что месяц будут улучшать техники и демонстрировать превосходство вот какие коды коррекции они в итоге выберут ну я подозреваю что это зависит от задач смотрите если у нас на нашей задачи нет ни клиффордовых гейтов в алгоритме у нашем то мы берем ой простите пожалуйста все залисталось мы берем цветные коды двумерные которые ну на 7 да и позволяют одну ошибку детектировать не делаем все на них если у нас много не клиффордов то ну вот мы размышляем какой размерности кода нам выбрать ответа здесь такого не знаю я не знаю и не знаю стоит ли задавать такой вопрос про то что на таком коде все хорошо всегда спасибо давайте видео да давайте попробуем видео сейчас я остановлю демонстрацию ненависть у меня не запустится значит вот я демонстрирую весь экран да сейчас о кино и тв сейчас извините значит вот это то как они делают перед двигают и перепутывают эти атомы для того чтобы делать цветные коды ну это значит карты вот такой вот массивчик из ими атомов это один цветовой код то есть как они перепутывают много цветовод вот так каждая такая штука этот цветовой код значит то как они делают гиперкубы тоже они засняли естественно эти видео они скорее но для развлечения потому что им нужно мерить до непрерывно вот красные кружочки это синод операции вот они одни угрозу загрузили хранение вторые в антенглинг зон и начинают тоже строить графа вот соответственно вот столько атомов это и есть этот самый гиперкуб вот он вот видео кончились так что на этом все и в общем спасибо за внимание я готов ответить на вопрос еще столько я выведу на экран список литературы коллеги вопросы пожалуйста татьяна нам можно не вопрос комментарий на самом деле вот на мой взгляд здесь в чем проблема вообще так еще раз на мой взгляд здесь явное несоответствие содержание статьи и заявленному названию вот если бы искать там я был редактором или рецензентом статьи я бы порекомендовал сменить название почему эта статья не про квантовый процесс это статья про вот манипуляцию нейтральными атоме да и с этой точке зрения смотри действительно статья очень интересно сказать много нового там вот можно восхищаться техникой ночью это статья по сути про достижение вот в технике манипуляции нейтральных атом а не про квантовый процесс если смотреть с этой точки зрения то тогда многие вопросы просто отпадают все спасибо за внимание да спасибо больно я склонен согласиться ну то есть здесь квантовых логических вещей процессов до модульного моделирования чего-то решение этих они продемонстрировали вот две штуки одно это задача сэмплинга и вот еще они в общем то там чего-то мерили перепутывание на белорусских состояниях тоже честно говоря я уже не стал включать доклад и не стал разбирать потому что ну и не успевал и продемонстрировали много кодов коррекции продемонстрировали как ошибки корректировать да то есть это договорительная вещь формально создание кода это тоже некий квантовый алгоритм простейший то есть вот так вот ну можно к этому так и значить да 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 но я понимаю них они не продемонстрировали квантовый процесс то точки зрения что они не продемонстрировали решение с этим я не соглашусь потому что реализация того же самого гхц состояние это реализация алгоритм ну да 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 это вопрос я такой достаточно дискуссионный что называет квартовым процессором и комьюзором ну смешно водоприкады говорили в твой давай коды не смогу реализовать просто вообще тут когда-то не реализовали да 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 Можно наивный вопрос задать? Вот упоминались операции X, X, Z, таблички приводились. Это ванитарная операция над кубитами, да, как я понимаю? Да. Характерные времена, которые задействуются в этой системе, это во время измерения, это миллисекунды. А рубити — это атом, где хорошо разрешённые переходы, и там играет роль спонтанное излучение, которое, в общем, не является операцией над кубитом. Это операция открытой взаимодействия с термостатом, с внешним полем. Короче говоря, она не описывается эволюцией волновой функции кубита. А времена-то такие, что вот эти миллисекунды уже хорошо сопоставимы с временами спонтанного распада. Вот вы несколько раз повторяли операции не Клиффордовой группы физическими словами, простыми. Я могу понять это так, что ошибки, которые возникают из-за спонтанных распадов в этой системе, они не корректируются. Спасибо. Иван Владимирович, мне достаточно здесь сложно говорить про... Опять-таки, я вот в этом докладе, я, к сожалению, проигнорировал 8 страниц технической документации, которые они сопровождают статью, где они устраняют тонны разных эффектов, паразитных, на этих атомах. Возможно, там я постараюсь узнать ответ на ваш вопрос точный. Однако, то, что я могу сказать... Смотрите, если у них так или иначе состояние единичка спонтанно перешло в состояние ноль, то это ошибка типа X. Это переворот кубита. Нет. Единичка стала ноликом, они это описывают так, что на состояние единичка подействовал оператор X. И вот как раз такие вещи, они стремятся... BitFlip, они стремятся корректироваться. Это не унитарная ошибка? Нет, все, что гуляет между уровнями 0 и 1, это унитарные ошибки. Нет, по-моему, нет. Спонтанный распад – это не унитарная ошибка. Оба состояния в одно и то же, это не унитарная. А, да. Да, точно. Ага, да. Это не BitFlip. Слушайте, честно говоря, я затрудняюсь. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Вот это существенный вопрос, если процессор работает с временами в миллисекунды, в доле миллисекунд. Потому что это уже длительность спонтанного распада в этих системах. То есть, хотя бы... Ну, не указывают явно в статье одну цифру, да, время жизни в зоне хранения больше секунды для каждого атома. Это другое. Это время хранения атома. А время жизни возбужденных состояний, которые дипольно распадаются, вот это не унитарный процесс. И, ну, в общем, вопрос такой, что достаточно времена большие, чтобы работал спонтанный распад, а наивно это не унитарная операция. Нет, ну, унитарный тоже корректирует на самом деле. Ну, это более сложная теория. Просто вопрос, это все, по-моему, корректировать нечего. Я вот, к сожалению, у меня еще умываю руки здесь, да, я не... Где-то у них написано, если я прочитаю, можно ли я вам ответить в кулак. Ну, в общем, такой простой вопрос. Я, ну, все, у меня все. Иван Вадимович, тут вопрос, на самом деле, по поводу спонтанных распадов. Если, допустим, анциллок убит, они рассматривают два состояния, вот как здесь на слайде нарисовано, то там действительно времена спонтанного распада, как бы, они имеют место. Если же они используют каких-то два подуровня, магнитных подуровня какого-нибудь там основного состояния, то, в общем-то, там спонтанный распад в Анингриче-то особо-то и не идет. То есть здесь вопрос, что такое дата, что такое анциллок убит. Тут еще... Нет, и дата, и анцилла, они в качестве кубитных состояний, это сверхтонкое расщепление, опять, особенно, уровня. То, что здесь написано, анцилла, это не указание на состояние нолика-единичка. Это указание перехода, на которое они возбуждают, чтобы высветить атом. То есть нолик и нолик и единичка – это расщепление G-уровня. Ну вот все-таки про времена операции и спонтанные распады, там, мне кажется, спонтанный распад достаточно долгое время имеет, подлечит от операций. Операции там для однокубитовых вентилей, они там не миллисекунды, они там микросекунды, если даже не меньше. Нано. Это по... У них двухкубитные наносекунды и однокубитные наносекунды. То есть там не к тому, что там масштабы совершенно разные, там, спонтанный распад собрали, не играет. Другое дело, что вот они возбуждают в Ридберговское состояние через промежуточный уровень. То есть на самом деле возбуждение в Ридберг идет через некий промежуточный уровень. Вот распад того уровня, он действительно играет роль, и этот паразитный эффект его стараются очистки подавить. Подавляют его за счет динамической развязки, то есть исследуют влияние резервуара на самкубит. И дальше смотрят, подбирают профиль управляющего поля так, чтобы вот этот эффект подавить максимально. Но это уже достаточно хитрая техника, о которой они, в общем-то, здесь, скорее всего, где-то... Они здесь говорят про динамику декаплинг, но я не стал об этом говорить, потому что это очень типическая хитрая техника. Да, но там какие-то дефекты, которые связаны именно с влиянием окружения, они, в общем-то, подавляются за счет этого декаплинга, за счет подбора профиль управляющих полей. Ну, да, да, но я туда как поднулся, так оттуда и вылез, ничего не поняв, быстро, поэтому не стал об этом говорить, да. Ну, как я понимаю, вопрос Ивана Вадимовича, он все-таки сводится не к выполнению двухатомных операций, а к времени жизни уровня 5С1,2. Если время жизни уровня 5С1,2 больше, меньше, чем те самые секунды, про которые вы говорите, то как мы храним состояние? Там совершенно разные штабы. Надо смотреть, какие из этих переходов реально спонтанно уширены, а времена там очень, ну, распад-быстрый, хорошо разрешенные переходы, состояние разное. Ну, вот здесь вот на картинке написано как раз, что оно больше одной секунды. Вот картинка в рамочке. Сказано, что как раз это время жизни у них больше, чем одна секунда. Гиперфайн кубит, да? Гиперфайн, да, потому что там, видимо, магнитное поле, вот эти гигагерцы, и рассуждение с спонтанным распадом не проходит. А вот где начинается 5П, 6П и так далее? Нет, на 5П они возбуждают, Иванович, на 5П они возбуждают только, чтобы высветить. И мы, ну, они туда возбуждают и ждут, пока на камеру прилетит то, что оттуда распалось, как раз. То есть на 5П они возбуждают только для измерения. У меня вопрос наивный, потому что ничего другого не могу сказать, что в системе, в этой лесенке явно задействованы уровни, которые быстро распадаются за долю миллисекунды. Иван Владимирович, все верхние уровни, выше чем 5С1,2, они возбуждаются на очень короткое время, как раз ради того, чтобы следить за высвечиванием. Там не нужны большие времена. Ну, не буду возражать, потому что не знаю. А что тогда физически имеется под операциями не Клиффордовой группы? Да, не Клиффордовая операция – это, ну, например, поворот на угол пина 8 вокруг оси X или вокруг оси Z спина. Вот это считается не Клиффордовой операцией. В смысле, если это этим поворотом, если такие вот такие повороты у нас встречаются, то ошибки, описываемые группой Паули, не остаются такими же. То есть не Клиффордовая операция выводит в Паули элементы из группы Паули. Поэтому отсюда вся эта, все эти ноги растут про особенность не Клиффордовых операций. Вот. Но это просто поворот на пина 8. Просто его очень сложно иногда делать. Но тут он делается, естественно. Тут поворот на любой угол делается, естественно. Только пина 4, по-моему. Обратите? Мне кажется, пина 4, уже поворот на пина 4, это Т-Гейт, это не Клиффордовых. Наверное, да. Наверное, да. Коллеги, очень интересный доклад, но мы уже на 15 минут переработали, поэтому нам надо остановиться сейчас с обсуждением. Если есть вопросы к Евгению Александровичу, призываю к дискуссиям в кулуарах. Спасибо большое. Спасибо. Женя, спасибо. Всем спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо.